Андрей Упит. Совесть. Читает Евгений Бразуль-Брушковский. Владелец усадьбы Лея Сбреки, церковный староста Вик, возвращался из церкви домой. По полуднее время в среду, а он по обязанности должен был присутствовать в церкви при крещении пастором ребенка из соседней усадьбы. За углом церкви он выпил из предложенной ему гостями бутылки и сейчас на ходу закусывал пирогом с начинкою из мелко изрубленной, посыпанной перцем свинины. Закуска как раз кончалась. Вик облизал большой и указательный палец, а потом вытер их обрюки. Эх, хорошо бы теперь бутылку певца. Погода стояла ясная и жаркая. Из-под фуражки сочился пот. Дорога с полверсты поднималась в гору. Сапоги покрывались пылью от измельченного колесами гравия. Глаза болели от сверкающей белизны мощеной дороги. От водки и жирного пирога шла горькая отрыжка. Во рту ощущался приятный вкус. Вик языком выпихивал волокна жирного мяса, крепко засевшие между зубов. В продолжении этого процесса приятное ощущение как-то заменилось легкой брезгливостью. Выходя из церкви, он надеялся, что пастор пригласит его в свои дрожки и довезет до аллеи пастората. Между тем, когда пастор, обогнав его, проехал мимо, Вик увидел, что рядом с пастором сидит Розенберг, бывший содержатель церковной корчмы. Розенберг клянился ему, пастор тоже, как будто извиняясь, с приятной улыбкой кивнул ему головой, но на Вика вся эта любезность подействовала не особенно сильно. Не потому, что идти пешком было слишком утомительно, а просто потому, что посидеть рядом с пастором лестно для всякого, а для церковного старосты в особенности. Кой черт занес сюда этого Розенберга! Сейчас, по выходе из церкви, Вик заметил его на некотором расстоянии от дороги. И уже тогда, в недобром предчувствии, собирался было обождать тут же и пропустить его мимо. А что-то такое, похожее на глупую застенчивость, помешало ему. Теперь он из-за этого сердился на самого себя. Может, совсем не сердился, а только воображал, что сердится. Но скоро и это прошло. Приятный вкус во рту стал еще чувствительнее. Захотелось пить. У речки, повыше мостика, там, где глубже и почище, он приляжет и напьется. Вспомнилась Вику высокая сводчатая церковь, где висели две позолоченные ветвистые люстры с полудогоревшими свечами. Вспомнилась, как торжественно раздавался голос пастора в пустом помещении. Содержание проповеди он по обыкновению не помнил. Но ему всегда очень нравилась торжественная тишина под белыми сводами, раскатистый голос пастора и то, как прихожане с серьезными, полными сосредоточенного внимания и уважения лицами смотрели на него во время исполнения им священных обязанностей у ограды алтаря. А погода-то сегодня выдалась на славу. По одну сторону высоко насыпанный край подорожной канавы густо зарос диким горошком и широколистым репейником. По-другую расстилалась поле полурасцветшего клевера, а за ним гора с накренившейся березой, где, по преданию, когда-то стоял замок латышских феодалов. А дальше, невидимая отсюда, долина, по которой течет Даугава. А еще дальше, в просветах между верхушками старинных лип, блестит она, точно, клочок запыленной слегка серебряной пластины. За ней поднимается покатая, песчаная, заросшая мелкой сосной пограничная полоса Курземы с ровной каймой соснового бора вдоль верхнего края. Вику нечего было смотреть, ведь каждый день перед его глазами эта скучная, надоевшая картина. А хорошее настроение все-таки опять вернулось. Он остановился, понюхал и махнул рукой по воздуху. Глазу незаметно, а носом чувствовалась пыль, поднятая колесами дрожек пастора. В безветренное время облака пыли обыкновенно долго держатся в воздухе за пригорком. Шагнув дальше, он упустил глаза на зим, может быть, для того, чтобы посмотреть на след пасторских дрожек. И увидел посреди дороги что-то блестящее. Половинка сломанной подковы, подумал Вики, прошел мимо. Но потом ему пришло в голову, что, может быть, и целая подкова. А это уж хозяину как раз пригодится. Обернулся и наклонился. И вдруг, как будто горячей водой ошпарило ему спину, с первого взгляда было видно, что неподкова лежала там. Что-то кругловато четырехугольное, блестяще белое. И решительно, осторожно, точно боясь ожога, поднял он вещицу, совсем жаркое, наколено солнцем. Держа концами пальцев, он смотрел на нее широкими неподвижными глазами, Придвинул ближе и опять отодвинул на расстояние длины руки. Глаза слепило от этого блеска. Красивая и, по всей вероятности, дорогая вещица. Должно быть серебряная. На одной стороне выгравирован ландыш. На другой — две крупные, замысловато переплетенные между собой буквы. Вик попытался было разобрать их, но сейчас бросил. И вдруг заметил, что рука его дрожит, и другая тоже немножко. И дышит он тяжело, как будто большой мешок у него на плечах, А по спине катится горячая волна. Боже, из-за чего это? Чужая вещь. Какое ему дело? Большой палец нечаянно задел небольшую продолговатую кнопку. Скрипнула, крышка со слабым звоном отскочила, А Вик при этом пошатнулся точно от сильного толчка. Внутри вещица оказалась вызолоченной, бледно-желтого цвета. А за узенькой, туго натянутой полурезиновой тесемкой Рядышком лежали штук пять папирос. Вик закрыл коробку и свободной рукой вытер лоб. А туманенными глазами повел кругом. Должно быть, какой-то шалопай потерял. Тоже человек. Дорогая такая вещь и не сумел уберечь. Бросить? Ну, это не полагается. Другой все равно поднимет, и тогда уже пиши пропало. И он нерешительно сунул коробку в карман. Сунул и вытащил опять. Как-никак, а все-таки чужое добро. Не знал, как поступить. Но на что-нибудь надо было решиться. Это он знал. Ясно чувствовал, что чужая тяжесть тянет вниз край пиджака. Опустил руку в карман и крепко сжал находку в кулаке. Но сейчас похватился. Что такое? Он мог призадуматься над тем, какая цена такой вещицы. С десяти рублей воображение его скоро добралось до целых сотен. И там застряло. А что ему до этого? Ведь чужое добро. Как будто кем-то чужим, задетый, он сердито кашлянул и стал быстро шагать дальше. Тяжелые сапоги бороздили пыльную дорогу. Белое облачко велось вокруг ног. Вик чувствовал сильное беспокойство и злобу. Но за всем этим шевелилось и что-то сладостное, доселе неиспытанное, а потому особенно приятное. Ну что ж, отдаст пастору с тем, чтобы тот в следующее воскресенье оглашал в церкви. Сейчас мимоходом завернет в пасторат. Владелец коробки тогда уж, наверное, найдется. А он, хозяин усадьбы Лея Сбреки и церковный староста, с нисходительно упрекающей улыбкой хлопнет его по плечу. Ничего, ничего, никаких благодарностей. Он тут ни при чем, ведь обязанность всякого хорошего христианина... А как торжественно перекатывается голос пастора по высоким сводам церкви. Нет, в конце концов, в случае этот совсем не так неприятен. Вик отодвинул фуражку более на затылок и зашагал шибче. И вдруг испугался. С пригорка навстречу ему спускался человек, незнакомый человек. Глупости. Не первый же раз встречаешь по дороге чужого человека. А, впрочем, как странно идет тот. В самой середине дороги, высоко поднимая ноги, как будто по глубокой грязи, как будто опасаясь наступить на что-то. Кнут с прижатой бечевкой у него в одной руке, потухшая папироска в другой. По лицу Вика ясно было видно. Какое ему дело? Но внутри он напрасно искал чувство холодной непричастности. Слишком ясно видел он сухощавое, раскрасневшееся от легкой тревоги юношеское лицо. Видел желистые пальцы, крепко сжимавшие кнут. И то он заметил, как вздрагивали ресницы опущенных век, когда глаза поворачивались в ту или другую сторону. И понял, что этот человек потерял что-то и ищет. А почему он знает, чего ищет? А если и это, то какое право имел он показать и отдать? Где доказательства? Ведь только дурак откажется от такой драгоценной вещицы. Вик сунул обе руки в боковые карманы пиджака. Пара тревожных глаз уставилась было на него, и тотчас опять отвернулись, встретившись его холодным, строгим взглядом. Вик сухо кашлянул и, продолжая путь, ни разу не обернулся, а все-таки чувствовал, что уши пылают. Сердце у него билось так сильно, как будто его накрыли при дурном поступке. Он злился на самого себя. Что за глупости? Вором и подлецом он никогда не был. Но такую дорогую вещь отдать первому встречному – это не дело. Всякий ведь может сказать «да, мое». Нет, он не имеет права. Пастору – это совсем другая статья. В церкви будет оглашено, пускай тогда заявляют. Ну, вот и аллея. Вик замешкался и чуть было не остановился. В десяти шагах впереди беспокойно топталась запряженная лошадь, а человек в телеге сидел, обернувшись, крепко стянув вожжи. Мальчик – настоящий молокосос. Вик бросил на него строгий взгляд и чуть-чуть кимнул головой, когда тот свободной рукой дотронулся до шапки. Как будто знакомый. А, впрочем, очень ему нужно знать всякого молокососа. Пройдя еще несколько шагов, Вик остановился. Вдруг ему пришло в голову. А что, если отсюда видна дорога за пригорком? Тревожно оглянулся. Нет, слава богу, не видно. Лишь белая колокольня и какое-то дерево, похожее на широкий раскрытый зонт, торчало из-за горы. Успокоился было, но потом опять встревожился. А если мальчик заметил, что он оглядывается? Тайком скинул глаза. Нет, тот все сидел, обернувшись, и смотрел в ту сторону. Вик так крепко упирался кулаками в карманы пиджака, что чужая тяжесть там совсем больше не чувствовалась. Пошел дальше и инстинктивно пытался вновь уравновешивать расшатанное сознание своего достоинства и успокоить неприятно взбудораженное чувство. Мысленно выругал самого себя за постыдную слабость. Дурак. Самый настоящий дурак. Ну зачем ему волноваться из-за каких-то молокососов? А относительно того, что у него в кармане, так он сам знает, почему и для чего. Он церковный староста, пример всему приходу, не ему учиться у чужих. Аллея пастората. А ведь он прекрасно знает, что пастор, сняв накидку, только что прилег на диван отдохнуть. И так ясно, как еще ни разу в жизни своей Вик представил себе, как отдыхает пастор на обтянутом кожей диване. На нем лишь рубашка и жилет. Руки в белых рукавах откинуты через голову. Тут же на стуле черный талар, а на письменном столе белый воротничок с двумя хвостиками. А сквозь дырочки полузакрытых ставен из парка вливается золотисто-зеленая зыбь листвы, перебираемой тонкими пальцами солнца. Нет, нехорошо тревожить пастыря в час пополуденного отдыха. Лучше уж завернет туда завтра, а то послезавтра. Нет, во всяком случае, завтра. Недалеко за спиной заговорили взволнованные, сердитые голоса. Должно быть, те оба опять вместе усаживаются в телегу. Догонят его, а то начнут и расспрашивать. Ну и пускай спрашивают, разве он не церковный староста? А совесть его разве не чиста и спокойна? С аллеи свернул прогон через поле на ельник и выгон пастарата. А оттуда по краю канавы тропинка к ручью и по крупному булыжнику через него. Там гораздо ближе до усадьбы. Почему в такую жару не выбрать самый короткий и удобный путь? За спиной затрещала телега, попрыгивая через рассыпанный по дороге булыжник. От этого шума затрещали в его теле все незамеченные доселе больно чувствительные нервные волокна. А что, если крикнут вслед ему и остановят? В ушах у него шумело, спина обливалась потом, ноги с трудом повиновались, и ему казалось, что издали видно, как он спотыкается на вытоптанном, качковатом прогоне, какого напряжения стоит ему держать прямо голову, которая, точно опасаясь удара, все стремится пригнуться и провалиться где-то между плеч. Когда он почувствовал, что ели закрывают его своей тенью, ему сразу стало легче. И чем дальше, тем лучше. Углубившись на несколько десятков шагов в ельник, он собрался с духом и оглянулся. Надо было наклониться, чтобы окинуть взором дорогу. Так и есть. Опасности никакой. Те уже проехали мимо. Правда, медленно, но все-таки удалялись. Но потом Вик снова вздрогнул и едва было не присел за ольховую кущу. Ему показалось, будто бы те в своей телеге повернули голову и посмотрели сюда. Он сделал усилие и взял себя в руки глупости. И не думали смотреть. Впрочем, пускай смотрят. Все равно оттуда ничего не видно. Как-никак, а поглубже в ельник все-таки безопаснее. Обождет, пока те скроются в лощине. Вик вздохнул облегченно. И присел тут же на подгнивший ольховый пень. Невыносимая жара сегодня. Ему почудилось, что горячая вода течет по всему его телу и заливает сапоги. Он снял фуражку и с минуту прислушивался, как в груди стучало точно маленьким молотком. Дурак. Настоящий дурак. И вдруг застыл с широко раскрытыми глазами и прикованными к влажной подкладке фуражки взором. А, это только свисток поезда где-то довольно далеко. Известное дело. Поезд. Верстаков. Двух отсюда. Кому другому тут свистеть? Право, но дураки. Только. Странное. Никогда еще в жизни неизведанная радость проникла все существо Вика. Широкая и мощная волна. В глубине там еще прячутся старые осадки. А уж свежий прибой смело хлещет по ним, подхватывает, уносит и погребает в пучине. Шум в ушах постепенно затих. Сердце стало биться спокойно и ровно. Только ощущение жары все еще не проходило. Но при таком солнце это весьма понятно. Потихоньку, как будто опасаясь разбудить заснувшего, он опустил руку в карман, осторожно взял двумя пальцами и вытянул. Что за блестящая белизна? И какой веский! Он разжал пальцы, выпустил и слушал, как там в глубине мягко бухало. Край пиджака опять потянуло вниз. Над самой его головой зачирикала птичка. Вик прогнал шалунью. Затем тревожным взглядом повел кругом. А что, если кто-нибудь из ближнего куста наблюдает за ним? Но тотчас мысленно опять успокоил себя. Кому охота валандаться тут среди бела дня? Однако ж на всякий случай звонко и вызывающе кашлянул, сунул и другую руку в карман, вывернул загрязненную пылью и потом материю и точь-в-точь, как на том боку, посмотрел через пазуху, тряхнул ладонью и сунул обратно. Кашлянул еще раз. Звонко и вызывающе. Чего ему, в самом деле, бояться? А то еще и прятаться. Вором и подлецом он никогда не был. Будет случай, встретит. Не раз это бывало. Встретит и отдаст. Без всяких разговоров. Ведь каждый знает, что в жизни своей он никогда и иголки чужой не присвоил. Воображение Вика опять путалось в десятках и сотнях рублей. Он встал и по тропинке вдоль канавы направился к усадьбе Леясбреки. Совесть его была чиста и спокойна. Перевод авторам. Напечатано в сборнике латышской литературы под редакцией Валерия Брюсова и Максима Горького. Петроград. Книгоиздательство «Парус» Тихонова. 1916 год. Дозволено военной цензурой.